Привет, привет, дорогой Виктор Бынцев. Я из Москвы, в твоем Санкт-Петербурге. Скажи, пожалуйста, дорогой мой, как там дела вообще у тебя? И как вообще в Санкт-Петербурге? Это сейчас коронавирусы, изоляция, как у вас там? Вы знаете, я сегодня был на улице, но должен был выйти в магазин, в банк. В общем, я прошелся так, пешком, потому что в метро пожилых не пускают, проверяют документы, и 65 лет в метро вход запрещен. Поэтому я пешком. Никто не останавливает, никаких постов, ничего нет. Людей в городе мало, все соблюдают дистанцию и в банке, не пускают больше 10-15 человек, следят за этим. Вот, все там корректно, без всякой паники, без ничего. А маски, маски? Маску я только одевал, когда входил в банк, на улице нет. На улице я ходил без этого. И в магазин, когда зашел, в магазине 10-15 человек в пятерочке, вот, взял спокойно продукты и пошел домой. А сами продавцы, как они спасаются от таких прихожанок? Она даже без маски почему-то сидела. Вот, а да, ну и полтора-два метра, там черта есть такая. И, значит, все это соблюдаем, да, чтобы друг другу близко не... А настроение у людей как на улице? Ну, совершенно спокойно, спокойно. Очень много появилось машин, потому что бизнес не стоит, они боятся все потерять. Поэтому движение есть такое. Да. Много на удаленке. Понятно, понятно. Что нового? Нового того, что я как чувствовал, значит, когда группа уходила от меня, я им выдал такую памятку. Слушайте, я их как в космос отправлял. Подожди, подожди, у нас бывают новые люди, которые вообще не в курсе, какая группа, что за группа. Ты расскажи в двух словах. Значит, группа в двух словах. Это социальная защита, которая, социальная группа, которая набирается каждый раз новое. 23 человека, возраст от 60 до 90, до 100 лет и такие есть. Вот. И, значит, с ними проводятся реабилитационные такие мероприятия, занятия и так далее. Так вот, когда они уходили, я им вручил каждому памятку, где было расписано, что делать по минутам. Просто вот ты встаешь и что делаешь, когда зарядку, когда читаешь, когда поешь, когда танцуешь, когда делаешь ключ. Все-все было расписано по минутам. И вот я надеюсь, это им очень страшно пригодилось, потому что очень сложно сидеть в самоизоляции. И когда телевизор смотреть, и когда звонить, все было буквально вот, я говорю, я вас жду, чтобы вы вернулись здоровые и счастливые. Я знаю, что они тебя все очень уважают, потому что ты им даешь такую пользу. Я тогда смотрел эти видео, которые ты нам присылал в школу в подарок, где даже они устраивали после твоих курсов омоложения по ключу, они устраивали даже там чуть ли не парад мод, там танцы устраивали. Это вообще чудо такое. Да, они умеют поражать, потому что некоторые занимаются и дома, некоторые халтурят, но кто не халтурит, и дома работают потрясающие результаты. Самое интересное, что омолаживание происходит. Я тогда увидел, что у них мышцы лица меняются, я увидел, что у них цвет кожи меняется. Я увидел, что у них вот этот драйв небольшой появился. Дамы там кокетничают, там вообще мужички такие пожилые-пожилые, но извини меня, ветераны такие еще, там какой-то блокадники там были. Ну, потрясающе, но ты просто чудеса там творишь. Вы не представляете, что коллектив сделал. Значит, я дал часовой концерт, ну, из своих песен, значит, порядка 15 песен. И все сотрудники, значит, участвовали, сотрудники, не пациенты. И они были так удивлены, мы это впервые сделали, значит, каждую песню сотрудники представляли, презентация этой каждой песни. Потом я пел. Все это длилось в течение часа. Они высидели все это на одном дыхании, потому что, ну, тяжело сидеть. Ладно, 15-20. Это целый час. Потому что сотрудники менялись. Один выходит, второй. Все были в вечерних платьях. Все были шикарно одеты, прически. Они их увидели. Обычно в халатах туда-сюда, а здесь просто большой театр. И, значит, эти все песни там на стихе Блока, на стихе Ахматовой, Цветаевой. Ну, в общем, вечер был потрясающий. Для сотрудников это было, ну, они сами получили такое открытие в себе. И самое главное, движение вперед было. Но я звоню совершенно по другому поводу. Открытие, которое произошло во мне благодаря ключу. Ночь. Я сплю. Мне снятся сны почти каждую ночь. Хорошие, плохие, средние. Но я даже на цвет не обращаю внимания. Черные они там, светлые, неважно. И смотрите, что происходит. Когда мне снится плохой сон, но отвратительный. Там погони какие-то. Или, значит, с собаками. Или там с рыбами. Или грязная вода. Ну, в общем, бывает такое. Что я делаю? Я во сне почти не просыпаюсь. Вроде сплю, вроде нет. Я сразу этот плохой сон переквалифицирую совершенно в чистоту и светлость. Например, плохая, грязная вода. Там рыба пятая, десятая. Вот последняя. Ниагарский водопад. Чистейшая вода. Этого нет. То есть я смываю. Смываю вот эту вот грязь, которая мне снится. И это мне удалось уже три раза. Ну, то есть во сне, не просыпаясь, почти. Вот такое вот чудо какое-то происходит. Вопрос. Ключом занимаешься. Я хочу тебе сказать, ты уже почти, почти, почти касаешься ключ-3. Почти, почти. Вот чуть-чуть еще. Я вот как-нибудь буду рассказывать элементы ключ-3. Как вообще заказывать себе сон и как заказывать сон, чтобы делать открытия научные. И как заказывать себе сон, чтобы завтра было именно такое настроение. И чтобы завтра именно был такой вот прилив такой энергии. Ну, допустим, там подростки, они на экзамен готовятся, кто-то готовится к выступлениям. Вот это как себе заказать во сне. Вот это мы будем говорить, ты уже почти, почти туда прямо прибыль. Слушай, я очень тебя поздравляю. Я рад. И это уже произошло не один раз, а вот уже три раза. Самое интересное, там прямо так легко переключается доминанта, правда же? Да, 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 да. Просто как по заказу. Да, ладно. Слушай, я тебя перебиваю, потому что я так горжусь этим, потому что там у нас же на школе Homo Futurus так и написано. Озарение по заказу. Да. Часто можно себе заказывать изобретение. Ну, это вообще, включать такие ресурсы бессознательные, это вообще мощная штука. Давай мы сейчас не будем об этом говорить. А знаешь почему? Потому что ключ два целиком закрыт, мы даем только элементы, как ты знаешь. И ключ три полностью закрыт, мы будем давать только элементы, потому что мне не хочется, и ты понимаешь, очень сейчас, когда развивается научно-технический прогресс, всегда вопрос этики и морали. Потому что создадут кто-нибудь, пользуясь этими элементами, новую атомную бомбу, ядерную бомбу, какой-нибудь лазер такой, какой-то вот, который уничтожает там какие-то человеки, человечество. Это штука. Поэтому мы всегда заявляем, что ключ два полностью не даем, никому и никогда, а только элементы. А ключ три, тем более, озарение по заказу, это для тех людей, которые в нашей школе. Но не для таких изобретений. А вот так просто отдашь все, а они начнут изобретать, неизвестно, в какие руки попадут. Потому что сейчас очень много агрессивных людей, и милитаризация идет по миру. это очень-очень важный аспект изобретения и мораль. Это очень важный аспект. И поэтому, чтобы все знали заранее еще раз, потому что мне там пишут, да вы раскройте ключ два полностью, что же вы не раскрываете. Ну, это шутки шутками, а на самом деле от этого наша жизнь не зависит. Вот так вот. Понятно. Поэтому пока мы чуть-чуть будем давать элементами, а скоро, кстати, у нас вебинар гомеопатический алкоголь. Он, наверное, планируется у нас. Наташа, покажись. На среду. Покажись, покажись, чтобы тебя видели, что ты нам помогаешь. Привет, Наташа. На среду будем планировать, на следующую среду от зависимости, как в изоляции, как поддерживать у себя страх, не поддерживать, а наоборот, убирать страх и неопределенности в условиях карантина для всех. Вебинар потрясающий. Как не заедать стресс и страх, как не заедать, как женщины могут сохранять. Ну, как ты там работаешь с этим? А теперь больше участников будут понимать, как это делается. Да? В среду, да? А мы число знаем? 15 апреля. 15 апреля. Во сколько? 21 час, как обычно. 21 час, как обычно. Вебинар. Вот такие дела. Будет очень интересно, очень интересно. И ты, Виктор, тоже в Санкт-Петербурге, в своих группах. Ты кому-то кто-то захочет на этот вебинар. А потом обвиняемся, а потом обвиняемся впечатлениями. Хорошо. Так самое интересное, что вот ты, участник школы, человек будущего хомокультуры, одновременно психолог, одновременно ведешь группы, да, одновременно актер, и одновременно еще и поешь. То же самое и я. Ну, я петь-то не умею, но надеюсь, ты меня научишь. И вообще у нас скоро будет Марина в гостях, которая учит голос ставить у людей. Да, мы с ней будем не вебинар, а диалог такой проводить, и тоже все посмотрят. А я жду завтра, гости выйдут ко мне на связь. Мы договорились сегодня условно Казинник, Михаил Казинник. А я специально поэтому поставил скрипачку. Я его хочу спросить. Скажи, пожалуйста, дорогой мой друг, как тебе моя картина? Скрипачка. Он, конечно, поскольку мы друзья давнешние, он мне скажет, хорошая картина. А я скажу, а я специально это и поставил, чтобы всем потом хвалиться, что сам Миша Казинник, мой друг, сказал, что картина хорошая. И тогда картина станет знаменитой. Ну, я так пошутил. Но я завтра жду его, и я надеюсь, что мы потом видео сделаем, и все посмотрят. Его школа. Удивительная школа у Михаила Казинника. Вот интересно, что он скажет. Я вам скажу по поводу этой картины. Я ее вот впервые вижу. вы потрясающе почувствовали вот это творчество этого человека, который нарисован. Она вся в музыке. Вы почувствовали творческую натуру, вот само творчество, понимаете? Вы это... Вот очень интересно. Я тебе скажу, как... Вот смотри, вот здесь как бы, да? И вот здесь как бы. И вот здесь как бы. Ну, короче говоря, это космос, и человек, и музыка. Все единое. Единственное. Вы почувствовали... Вы нарисовали творчество. Да, 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 да. Во, 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 во. Вот интересно, что он скажет. А я ему скажу, что Виктор Лобынцев вчера сказал, что я нарисовал творчество. И таким образом мы все в сотрудничестве и поможем всем на карантине. И мы все выстоим и откроем еще новые творческие качества. Да. При помощи красоты. Красоты, доброты. И красоты, и доброты. Да, и чувство локтя товарища. Вместе победим. Обнимаю, Виктор. До встречи. До встречи.